Еще в нескольких математических ситуациях такая штука встречается. Давайте я вам скажу задачу. Берем треугольник и разрешаем его отражать относительно его стороны. Идею вы понимаете? Вот это я взял равносторонний треугольник и его стал перекатывать. И, как видите, вся плоскость в один слой покрыта такими треугольниками. Согласны? Отлично, это один вариант. Давайте запомним, какие величины углов этого треугольника. 60 градусов, 60 градусов, 60 градусов. Если все помнят, да? Вот такой угол это 180 градусов. А поскольку здесь три одинаковых, соответственно, они 60. Но, вообще-то, мы не обязаны брать именно такой разносторонний треугольник. Чтобы вся плоскость была покрыта ровно в один слой, мы могли взять половину квадрата. Становится понятно, что вот так вот будет до бесконечности. Так, увидели все? Очень советую действительно порисовать, перекладывать эти треугольники. И видно, что вот так вот будет перекладываться. Отлично. А теперь вопрос. А еще есть. Существует ли еще какой-нибудь треугольник, который, если будешь вот так вот перекладывать относительно сторон, в один слой покроет всю плоскость? Кстати, если брать случайный треугольник, то, скорее всего, будет плохо. Да, пожалуйста. Неугольник треугольник. С какими углами? 90 и еще какие-нибудь. С какими? 60 и 30. Нет. Любые? Да. 90, 30. Молодец. 90, 30, 60. Давайте я пытаюсь нарисовать эту картинку. Это вообще половина равностороннего треугольника. То есть, вот смотрите, берем равносторонний треугольник и на самом деле рисуем такую же картинку, как там, только каждый раз надо будет показать, как в этом равностороннем треугольнике будет располагаться вот наша эта половинка. Видно, что здесь перекладывается, поэтому будет вот так. Так вот, здесь то же самое перекладывается, будет вот так. Так, ребята, опять, это гораздо приятнее, гораздо лучше нарисовать самому, чем смотреть, как я здесь на доске это все пытаюсь вырисовать. Так, идея примерно такая. Ну и так до бесконечности, естественно, да? Так, естественно, до бесконечности. Да, вы абсолютно правы. Углы 30, 60, 90. Здесь углы 45, 45, 90. Так, а теперь вопрос. А еще есть? Да. А еще с углами 45, 90. Уже есть. Вот. Вот эта картинка. А, тут еще там на половинку разделить каждый. Каждую на половинку, а ничего не изменится. Потому что половина от такого треугольника, это, собственно говоря, он и есть. Нет, нет, нет. Нет, ребят, разумеется, половина от такого, это тут есть. Да. Да, 90 и 15. 90 и 15. Это хорошая идея, только у вас ничего не получится. Давайте я сейчас покажу. Вот представьте себе, что мы взяли треугольник с этим вашим углом. 15 градусов, а здесь 90. Скажите, пожалуйста, сколько тогда будет здесь? 75. 75. Надо от 180 отнять 90, да? 75. А теперь возьмем и 360 градусов, поделим на 75. Интересно, поделятся или нет? Смотрите, 75 умножить на 2, это вообще-то 150. Поэтому, 150 умножить на 2, это 300. Поэтому это будет, на самом деле, 4 плюс 60, 75. Ребятки, 60 на 75 не делится. Если вы будете перекапывать вокруг вот этой вершины, то у вас уже сделаете 4 оборота и получится около 60 градусов. 4 отражения, получится 60 градусов, следующее дело, и он накладывается на... Господа, на самом деле, в этом есть идея. Если у вас есть какая-то вершина, то угол в этой вершине, несколько раз повторенный, когда вы перекатываете вокруг этой вершины, должен дать нам в какой-то момент 360 градусов. Поэтому вот этот угол не может быть 75. Это должна быть какая-то часть от 365. И если эту часть обозначить, ну, какая-то там, х-вая часть, то угол должен быть таким. Другой угол, это 360у, третий угол, это 360z. И сумма должна равняться 180. При этом числа x, y, z, смотрите, какие должны быть. Они должны быть не меньше трех. Объясняю почему. Если x это двойка, то угол получается 180. И это слишком много. Если единица, то вообще 360. Такого просто в треугольнике не бывает. Для этого достаточно разделить обе части на 360. Получается такое уравнение. Единица, деленная на x, единица, деленная на y, единица, деленная на z, это одна вторая. Господа, вот здесь уже, здесь уже, к сожалению, я не умею решать какой-то красивый алгебр. И я умею это делать только тем способом рассуждения на тему слишком большая дробь или слишком маленькая. Поскольку это все-таки интересная штука, давайте мы сейчас аккуратно это рассуждение проведем. Поехали. Что мы сейчас делаем? Значит, у нас есть сумма. Хотя бы одна из этих дробей должна быть не меньше, чем 1 шестая. Это всем понятно? Если есть сумма трех дробей, которая равна 1 и 2, значит, хотя бы одна из дробей должна быть не меньше, чем 1 шестая. А здесь нам хорошо. Здесь у нас x, y, x, z входит симметрично, поэтому не обязательно рассматривать три варианта. Просто пишем, одна x не меньше, чем 1 шестая. И получается, это то же самое, что x не больше, чем 6. Я уже сказал, x не меньше, чем 3. Значит, остались такие варианты. Либо 3, либо 4, либо 5, либо сколько? Либо 6. Отлично. Я должен разобрать следующие варианты. 3, 4, 5 и 6. В каждом из этих случаев давайте напишем, что будет. 1 y плюс 1 z, чему будет равна? Кто умеет вычислять из 1 2 1 3? 1 6, значит, здесь сумма этих дробей 1 6. Ну, хорошо. Ну, хорошо. Из 1 1 2 вычитаем 1 5. Сколько будет? 3 десятых. 3 десятых. Смотрите. 1 2 это 5 десятых. 1 5 это 2 десятых. Вы правы. 3 десятых. Будет 3 десятых. И, наконец, из 1 2 вычитаем 1 6. Сколько будет? Из 3 6 вычитаем 1 6. 2 6. 2 6. Один способ состоит в том, чтобы опять сделать такую же вещь. Сказать, что одна из дробей должна быть не слишком маленькой. И посчитать. А другой способ состоит в том, что вообще-то, если честно, более или менее и так все очевидно. Почему? Потому что наши дроби, вот эти вот, это, давайте посмотрим, что это за дроби. У нас у не меньше, чем 3. Это 1 3 или 1 4, или это 1 5, или 1 6, или 1 7. Вот. И задача звучит так. Мы должны получить вот эту дробь, складывая какие-то две отсюда. Или, может быть, какую-то саму с собой. Вот давайте посмотрим. Давайте посмотрим, можно ли что-нибудь получить. А в 1 9 бывает, 1 10. Можно ли что-нибудь такое интересное получить? Например, как получить 1 4? А в 1 9 бывает. Надо обязательно взять какую-то дробь из этих. Можно? А нет, нет, давайте еще. 1 8. Слушайте, давайте я по порядку пойду. Как получить 1 6? Можно получить ее из 1 3? Слишком большая. Из 1 4? Слишком большая. Из 1 5? Слишком большая. Из 1 6? Слишком большая. Из 1 7? Слишком большая. Из 1 7. 1 7. 1 7. 1 7. Слишком большая. Слушай, а интересно. 1 7. А из 1 7 я могу пытаться? Да. Или не могу пытаться? Может. Могу. Слушай, слушайте. Слушай, а это уже интересно. Итак, одна игрековая это одна седьмая, одна зэтовая это одна сорок вторая, так, и что же у меня получается за, в таком случае, результат? А здесь у меня одна шестая, правильно? А здесь у меня одна шестая, одна шестая это получается, что х равняется трём, давайте я выпишу эту тройку, эту тройку чисел, х равняется трём, у равняется чему у меня? Семи, сейчас посмотрим, а почему? А з равняется сорока, слушайте, ужасно интересно, одна третья, одна седьмая и одна сорок вторая, как бы нам это сложить? Значит, одна третья, шесть сорок вторых, одна сорок вторая, получается одна третья плюс семь сорок вторых. А одна третья, это будет четырех процентов. Нет, ну зачем? Семь сорок вторых это одна шестая, получается две шестых плюс одна шестая, это одна вторая. Ребят, потрясающе, потрясающе. Я нашёл тройку, что это за треугольник такой удивительный? Когда х равняется трём, угол это вовсе не шестьдесят градусов, господа. А какой будет угол? Сто двадцать. А угол получается сто двадцать. Угол сто двадцать это примерно, здесь сто двадцать. Так, теперь, здесь у нас получается одна седьмая, здесь одна сорок вторая. Это соответствует тому, что он такой вот очень вытянутый. Да, и там получается аж сорок два треугольника. Удивительно. Второй угол, вот он такой будет. Триста шестьдесят разделить на семь. Он будет получать семь целых? Да, не целых, но градусов. А никто и не требует. Требуется, чтобы он укладывался целое число раз. Понятно, да? Вот, в трёхсот шестидесяти. Так, теперь вопрос. А такая картинка на самом деле будет существовать или нет? У меня есть в этом очень большие сомнения. Но, с другой стороны, вроде как по нашей науке. Вроде как всё и должно существовать. А давайте попытаемся рисовать. Давайте попытаемся его рисовать. Вот, выглядит он примерно так. Значит, с углами всё в порядке. У меня претензия к нему, господа, вот какая. Попытаюсь нарисовать вот эту идею, что одна сторона короткая, другая длинная. Отлично. Сторона короткая, другая сторона длинная. Откладываю сюда. Сторона короткая, пока всё понятно? Да. Отлично. Откладываю сюда. Сторона короткая, сторона длинная. Откладываю сюда. Сторона короткая, пошла сюда, сторона длинная. Откладываю сюда. откладываю сюда. И теперь откладываю сюда. Опа! Академия? Казал, мы рассуждали абсолютно хорошо. Мы же взяли треугольник. Мы сказали, что когда этот треугольник откладываешь, 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 то вообще-то должен прокрутившись дать нам 360 градусов. Значит, получилось вполне разумное уравнение. Мы его составили правильно. А дальше великая неприятность. Надо добавить еще условия. Да? Оказывается, что когда мы откладывали, то происходит такая неприятная штука. у нас вот эта вот одна сторона была длиннее, другая короче. И, соответственно, при этих перекатываниях у нас получается, что из-за того, что здесь было нечетное количество раз, то вот эта вот точка она не совпала с этим. треугольник, который покрывает плоскость, то мы должны задуматься, когда вот мы перекатываем вокруг вершины, что же на самом деле происходит. вообще может ли так быть, что когда мы перекатываем, то получается нечетное количество треугольников? Ну, вообще, да? если бы эти две точки совпали, то, в принципе, наверное, ничего страшного бы и не было. Давайте я попытаюсь нарисовать картинку в предположении, что здесь у нас на самом деле треугольник был равноведренный, то есть просто их было семь штук, ну, это какое-то нечетное количество штук, но при этом на самом деле такая вот не знаю, типа звезды получилась. Может и быть нечетное число таких штук, если треугольник равноведренный. Да. Так что я нарисовал, я только что нарисовал. А? Вы только что нарисовал. Ну, я только что нарисовал, что оно вот в этой точке хорошо получилось, а в остальных точках получится, не получится. нет, 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 нет. Давайте подумаем, что значит равноведренный треугольник? А это значит простую вещь, что углы остальные два равны. То есть если нас интересует ситуация с нечетным количеством треугольников, то должна быть вот какая штука. Во-первых, число х должно быть нечетно, а во-вторых, у должно равняться числу z. Давайте посмотрим, что тогда превращается наше уравнение. Единица разделить на х плюс 2 разделить на у равняется 1 второй. А, так слушайте, а это уравнение простое. Я его преспокойненько могу решить тем самым алгебраическим методом, и тогда у нас все с вами легко получится. Все, пошел на эту доступ. Умножаю на 2xy в обе части. Итак, 1x-ая плюс 1y-ая равняется 1-ой второй, плюс 2y. Умножаем обе части на умножаем обе части на xy. Получается y плюс 2x равняется xy пополам. Еще на 2 умножаю. 2y плюс 4x равняется xy. Так, господа, я боюсь, что некоторые уже совсем выключились из процесса, поэтому давайте я мысли два слова напомню, что мы сейчас делаем. мы сейчас пытаемся разобраться с мозаикой на плоскости. Между прочим, если вы посмотрите на арабские орнаменты, вы, наверное, знаете, что в разных религиях есть разные запреты. Например, у евреев и у арабов есть такой замечательный запрет. Запрещено ставить статуи людей, рисовать людей. Вообще вот в исламе и в иудаизме запрещено в религиозных учреждениях портреты, статуи, изображения людей. По-моему, нарисовали какого-нибудь человека, и вот у нас уже рекона. А там не так. И, соответственно, у них зато возникло и много уже много-много сотен лет существует совершенно замечательное искусство разных орнаментов. я это видел в Португарии очень много, там есть такая идея о зулеже, когда просто на стене дома плитка, и там что-то удивительно красивое. во многих мечетях это есть и так далее, и так далее. Так вот, известно, что все возможные типы орнаментов в этих самых мечетях есть. Более того, известно даже религиозное здание, где просто все существующие типы, кстати, вовсе не обязательно геугольниками, когда покрыты, а вообще гранаты геугольниками, где все существующие мозаики есть. Вот мы сейчас пытаемся решить довольно простую задачу про мозаику. Когда у нас есть треугольник, и его начали перекладывать. Понятно, да? Итак, пусть в какой-то вершине он нечетное количество раз перекладывается, ну, вроде пока противоречит, а нет, но когда мы поняли, что для того, чтобы у нас все получилось, обязательно нужно, чтобы у нас все хорошо стаковалось, чтобы у равнялась, согласны? отлично, отлично, у равняется з. Так, как решать это уравнение? Очень просто, x, y минус 2, y минус 4, x это должно быть ноль, выносим y за скобку, y умножить на x минус 2, минус 4, x, чтобы можно было x минус 2 получить, здесь надо написать плюс 8, равняется 8, отлично, получается, y минус 4 умножить на x минус 2, равняется 8, ох ты, ребята, а это уравнение также решается легко, смотрите, вы помните, что x нечетное число, поэтому единственный вариант это 1 умножить на 8, очень хорошо, получается, что y это 12, а x это 3, так, проверьте меня, пожалуйста, правда ли, что 8 на 1 это 8? Вроде правильно, значит, если картинка и существует, то она обязательно выглядит таким образом, x равно 3, это значит треугольник с углом 120 градусов, о, а эта картинка очень даже может существовать, смотрите, что такое 120 градусов и там два равных угла, это же просто 1 третья часть от чего? от правильного треугольника, надо взять самую обычную решетку, когда у нас нарисованы правильные треугольники и каждый из них разбить на третья часть, ура! и по-другому на самом деле не получится, наконец-то, слышите, что сейчас произошло? я наконец-то полностью разобрался со случаем, когда x нечетное число, выяснилось, что, конечно, решение есть его наше уравнение, только они к геометрии не имеют отношения, оказывается, для нечетного x единственный вариант это 3, 12, 12. Сейчас станет сразу легче, почему? Потому что вот здесь, помните, я выписывал x, 3, 4, 5, 6, убираю тройку и пятерку, соответственно, вот это вот я число убираю, всем мне неинтересно, и здесь я убираю все дроби с нечетными знаменателями, согласны? Стало, согласитесь, намного легче. Во-первых, вариантов всего 2, а во-вторых, здесь вариантов тоже намного меньше. Начинаем теперь думать, как получить 1,4 из этих дробей? Складывай, да, 2,8. 2,8, конечно, можно, это 1, вариант, давайте я запишу, 1,4, это 1,8 плюс 1,8, и на самом деле еще есть вариант, это 1,6 плюс сколько? Значит, 1,4, это 3,12, 1,6, 2,12, значит, есть что написать? 1,12. Господа, на самом деле этот вариант у нас сегодня уже был. что такое х равен 4, у равен 6, з равно 12. х это 4, у это 6, з это 12. Это тот самый треугольник с углами 90 градусов до 1,4, это 60 градусов и 30 градусов. Согласны? Да. Согласны. Отлично. Значит, с 1,6 тоже бывает. А если я возьму дроби больше, если я возьму, скажем, одну десятую и одну десятую, сумма уже будет слишком маленькой. Согласны? Все. Значит, х равно 4, вариант разобрали. Теперь следующий вариант. х равняется 6, сумма должна быть 1,3. Ну, смотрите, опять. 1,3 это 1,6 плюс 1,6. Это правда. и это очень понятный вариант. Значит, х равно это у нас будет сколько там х равно 6 в этом случае. Это 60 градусов. А, да, это 60, 60, 60. Ребята, х равняется 6, у равняется 6, z равно 6. Это правильный треугольник. Отлично. Можно ли получить одну шестую при помощи одной восьмой. х равен 6 это сколько градусов? Это 60 градусов. Это понятно. У нас есть варианты для х. Это все поняли? Было, было. Мы посчитали, чему равняется 1,1 и 1,2. И у нас был вариант 1,4, который мы двумя способами записали. Так? Да. А вот теперь нужно получить 1,3. складывая вот эти дроби. Один вариант. Я уже написал. 1,3 это шестая часть, шестая часть. Это я молодец. С участием четвертушки нельзя, потому что 1,3 она вообще больше, чем сейчас. А почему нельзя кстати? Можно. 1,3 минус 1,4 это 1,12. Так, с участием 1,4 на самом деле можно. Правда, это будет неинтересно, потому что х равно 4, мы вариант уже рассматривали. И вот эта ситуация, когда 12, 12, это 12-я часть от 3,6 это 30 градусов, дальше 4-я часть это 90 градусов и здесь 60 градусов. Про этот треугольник мы уже говорили, поэтому с участием 1,4 неинтересно. Значит, с участием 1,6 я уже понял, 1,6 это правильный треугольник. Теперь давайте смотреть, а что будет, если 1,8 следующие дроби такие, так 1,8 плюс 1,8 это уже слишком мало, это 1,4 а 1,4 меньше 1,3 поэтому если брать только дроби отсюда уже не получается. Какие треугольники у нас получились? Все запомнили? 45, 45, 90 60, 60, 60 120, 30, 30 и еще какой? И 30 60 90 да? Значит да, 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 половинка правильного треугольника, третья часть правильного треугольника, сам правильный треугольник и прямоугольный равноведренный треугольник. треугольник. Теугольник. 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 Продолжение следует...